утренний гость друзья мы продолжаем наше замечательное шоу будильники шоу в студии по-прежнему анголицын и я максим попов но с этого момента наконец-то здесь появляется замечательный человек потрясающая артистка и просто великолепный человек давай я представлю елена иванова режиссер sound и музыкальный продюсер певица ведущая жюри студенческой весны просто хорошая подруга замечательный человек привет лен доброе утро доброе утро доброе утро я очень рада что сегодня вместе с вами доброе утро чебоксары и ты можешь сказать чуваша и вся россия доброе утро мир как ты говорила что-то в этот начинал с конфуция да вот мы начали говорить про работу выбери работу по душе и тебе не придется работать ни одного дня своей жизни ты работаешь или получаешь удовольствие все она нашлась эта профессия ну удовольствие тоже без работы не бывает вот поэтому я могу сказать что я счастливый человек и я занимаюсь тем что люблю я работаю и моя профессия она любимая и ну это здорово то что каждый человек если сможет этим похвастаться то это классно а вы счастливы очень хороший вопрос сейчас мы про это продолжим я хотел сказать ну кто же не знает лену фефилова в работе мы сейчас представили как лену иванова это все верно на самом деле в работе мы тебя знаем как лену фефилова я думаю что со мной многие и слушатели и зрители согласятся ну там же сразу кто делает а лену фефилова а фефилову позвонит потому что она ставит а то делает вот вот все ну в общем это это уже это бренд это бренд а лену фефилова это бренд а по поводу того что счастливы мы или нет ты знаешь когда видеть таких солнечных людей у нас студии когда работать с таким начинающим профессионалами как ты безумно счастливы потому что и я и она и мы много работали с тобой и работаем надеюсь что так и будет это наше сотрудничество продолжаться говори говори больше не будет 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 потому что будет потому что есть такая друзья она причине притча если вы хотите чего то нужно об этом говорить миру вещать тогда это обязательно все у вас исполнится а я бы хотел заострить внимание именно на профессии режиссер она ведь приходит эта профессия не сразу то есть вот если ты заканчиваешь какой-то режиссерский факультет в 23 года ты же не сразу становишься таким классным режиссером и не сразу понимаешь что ты режиссер организатор как в вашей жизни произошло это когда вы поняли что да я режиссер я готова делать большие мероприятия дарить людям радость как подготовились да это между прочим получилось очень спонтанно и на самом деле в моей жизни наступил тот момент когда просто сфера деятельности она вот ну перевернулась развернулась вернее да в другом таком русле наверно мысли посещали но я никогда не буду я даже не могла себе представить что я буду заниматься этой профессии в определенный момент моей жизни мне стало это очень интересно и однажды это озвучив как сказал максим как-то уж так случилось что в моей жизни по и начали появляться такие ситуации где мне приходилось становиться по ту сторону то есть быть дирижером режиссером да а то все таки мне в первую очередь мне музыкальное образование причем до хелло да и дирижер совершенно верно но дирижер это да тот же самый режиссер который должен сказать певцу или вы да что ему нужно делать то же самое режиссеру нужно все знать и сказать конкретно что чего нужно будет сделать и как сказал мой любим педагог однажды и подарила мне этот девиз сказала лена бери звук и веди его и вот с тех пор я беру либо звук либо мероприятие либо артиста и веду его к той цели которую я вижу что нам нужно достигнуть боец невидимого фронта вот так говорят наверное про режиссера на сегодня мы раскроем все карты и ска озвучим нашим телезрителям и радиослушателям какие мероприятия елена делает обязательно это можно сейчас сказал или вообще в общем друзья ну делают а различные мероприятия но мы все-таки живем в столице нашей республики и я очень горжусь мероприятиями которые мы в сотрудничестве делаем вместе с администрацией города чебоксары это и день города мой самый любимый праздник я очень люблю чебоксары и очень люблю его день рождения естественно совсем скоро мы вот уже в предвкушении главных майских всенародно любимых праздников это 1 мая и конечно же 9 мая самый главный праздник для нашей страны и мы уже готовимся в полную силу 1 мая и 9 мая наших жителей чебоксарцев ждут очень большие крупные мероприятия и я хочу отметить что город чебоксары отличается от остальных городов нашей российской федерации так скажем размахом и я считаю что это здорово что наше руководство городское они так такое уделяет внимание этим праздникам потому что когда мы все собираемся вместе да это нас всех дружит собирается много артистов собираются жители мы все друг друга поздравляем мы все-таки призываем да к такому к добру и миру что сейчас очень актуально поэтому 1 мая все на красной площади мы веселимся 1 мая пройдет в необычном формате не буду пока раскрывать всех карт но это будет не стандартное мероприятие не такого плана как давай развесим интригу здесь с тобой а в следующем выходе поговорим немножечко раскроем вы знаете друзья вот сегодня мы изобилуем собственно речами уже бывших и живущих людей которые говорили много-много этих слов хочется сказать случайность не случайно вот к чему потому что вот ты сказал что случайно совершенно что-то там произошло не друзья случайность не случайно об этом вы убедитесь друзья совсем скоро мы пока что уйдем на музыкальную паузу потом вернемся и будем продолжать разговор с леной ивановой или фефиловой как мы все не знаем с режиссером с постановщиком сам продюсером и просто замечательным человеком оставайтесь с нами я по городу еду солнце улыбается и подрученьку веду первую красавицу в episode 7 2 и 1 и и и и и и Эх, чувашечка моя. Что ж ты делаешь со мной, темная красавица? Становлюсь я как мельной, если улыбаешься. Эх, чувашечка моя, брови чёрные рукой. Эх, чувашечка моя, очарован я тобой. Эх, чувашечка моя, брови чёрные рукой. Эх, чувашечка моя, очарован я тобой. Эх, чувашечка моя, ручки выше! Зажигаем! Я по городу еду, солнце улыбается. И подрученьку еду, первую красавицу. Эх, чувашечка моя, брови чёрные рукой. Эх, чувашечка моя, очарован я тобой. Эх, чувашечка моя, брови чёрные рукой. Эх, чувашечка моя, очарован я тобой. Эх, чувашечка моя, брови чёрные рукой. Эх, чувашечка моя, очарован я тобой. Эх, чувашечка моя, брови чёрные рукой. Эх, чувашечка моя, очарован я тобой. Эх, чувашечка моя. Эх, чувашечка моя. В этом замечательном мероприятии. Ну и вот как раз-таки завели в прошлом выходе разговор о том, что предстоит ещё, собственно, тебе уже как режиссёру поставить. Про 1 мая поговорили. Что ещё будет? Ну, конечно, это самый заглавный праздник, заглавный праздник всей нашей страны. Это 9 мая, День Победы. И, дорогие друзья, жители Чувашской Республики, мы приглашаем всех вас сюда, в город Чебоксары, на главную площадь. Приезжайте обязательно. Будем всей республикой, всей страной поздравлять наших самых любимых, самых уважаемых наших ветеранов. И, конечно, будем ликовать и чтить этот потрясающий праздник. Это главный, заглавный праздник всего года, на мой взгляд. Поэтому, друзья, на Красной площади всей республикой будем поздравлять с 9 мая. Будет очень интересно, очень красиво. Всех карт не раскрываю, поэтому всё-таки призываю вас приезжать непосредственно сюда и будем вместе ликовать. Ну, вообще, давай пригласим всех, наверное, наших земляков, которые живут по всей стране, пусть приезжают на 9 мая, на майские праздники, потому что, действительно, майские праздники отдыхаем, наверное, много. Да. И, собственно говоря, все эти мероприятия на главной площадке республики, я не побываюсь этого слова, будем смотреть, наблюдать, с удовольствием вас хотим видеть. Мы попадаем иногда в книгу рекордов Гиннесса с этой площадки, поэтому хочется повторить эти... И увеличить причем эти рекорды. Увеличить, поэтому приезжайте все, будем рады вас видеть. Ну и, конечно, вместе праздновать и, как ты сказала, ликовать, ликовать замечательной победе. А я хочу сказать, друзья, что Елена, ты у нас еще интересующий шассер, постановщик, но в этом году Елена сидит еще и в студвесне, как... И только в этом году. Уже третий год. Третий год. Весна за окном, да, друзья, это значит, что все студенты и чуваши готовятся и ставят замечательные постановки. Название там «Студа весна». Сегодня студвесники, вот, например, ЧГУ, побеждают на республиканских этапах и участвуют всероссийских. На презентацию одной из команд побывала и наша съемочная группа. Услышим, увидим прямо сейчас. Химики, медики и управленцы. Знакомьтесь, это сборная трех. Или пупсики, как их прозвали болельщики. Выступления медиков всегда отличались особой философией и легким трагизмом. В этом году пупсики сменили направленность, взяв за основу ирландскую пьесу «Колека с острова и нишман». Это наша традиция делать более серьезные постановки, но, тем не менее, будет доля юмора и, конечно же, яркие номера. И медики отличаются все-таки, наверное, каким-то интеллектуальным юмором, очень таким острым, иногда, может быть, колким. Вообще, команда ЧГУ уникальна. К примеру, на студвесне историко-географического факультета можно расслабиться, посмеяться. А строители неожиданно поражают зрителя своей эмоциональностью. Действительно, это своя атмосфера, свой позитив. И сегодня я могу для себя убедительно сказать, что это намного более высокое и интересное занятие для молодежи, чем вести нездоровый образ жизни, допустим, или выходить на какие-то митинги. Традиции студвеснь Чувашского университета ценят и за пределами республики. Ежегодно наши студенты участвуют в российской студенческой весне. Традиционно мы являемся, скажем так, ведущим возом, не побоюсь этого слова, ведущим возом, который делает самые интересные, самые красочные, самые многогранные студвесны. И многие наши студенты объездили всю Россию, были и в Тюмени, и в Казани, в Ульяновске, во многих других городах. Сейчас мы готовимся к республиканской студенческой весне. Она будет проходить в Туле, ну и, соответственно, дальше мы планируем попасть в Кремлевский дворец на завершающую всероссийскую студенческую весну. А я участвовала в студвесне. А я тоже участвовала. Из публиканских и всероссийских, это здорово. Студенческий год самый лучший год. Между прочим, это наш университет с тобой надо отметить, поэтому особо приятно досмотреть и слышать про студентов из Чувашского госуниверситета. Ну, я думаю, что во всех университетах нашей республики и страны проходят подобные мероприятия, и это тоже интересно, это здорово. И наш гость Елена Иванова, Феселова. Друзья, называйте, как хотите сможете, даже просто Лена является членом жюри студенческой весны в ЧИГО. Ну, расскажите, как это вообще? Ну, это классно, ребята. Вот уже третий год я нахожусь в составе жюри студенческой весны Чувашского государственного университета. И я на самом деле каждый год жду этой весны. Даже когда не входила в состав, я всегда посвящала студенческую весну в ЧИГО. Потому что, на мой взгляд, эта студвесна, она очень отличается от всех других студвесен. И вот если посмотреть по масштабу, по их подаче, по мысли, для меня студвесна ЧИГО – это на самом высоком уровне здесь у нас в республике. И я очень жду этих выступлений. Ребята поражают. Поражают тем, что ты понимаешь, что это просто студенты. Самодеятельность. У меня даже язык не поворачивается их назвать самодеятельностью. Потому что, да, есть моменты, когда то, что это студенчество, все, в студенчестве очень многое позволительно. И они этого позволят. И это здорово. Потому что есть время, когда молодежь может вещать. Говорить, что она любит. Показывать, что она любит. Петь, что она любит. Танцевать, что она любит. Это здорово. И на самом деле, удивительно, конечно, но у нас молодежь всегда особой философией отличалась. Вообще. Мне кажется, каждому молодому поколению, любому, нужно пройти через этот философский этап. И поэтому в студенческих веснах всегда закругляются на какие-то глубокие темы. Я вам сейчас скажу буквально вчера. Ты знаешь, 16 лет. Эту жизнь нельзя прожить без слез. И только смерть вас от всех бед, значит, отлучит, как говорится. В 36 лет. О, сковородка. По сниженной цене надо купить две. Это вот как раз-таки о том, что ты говоришь. Философия в студенчестве. Ну, действительно, кто не задумался? Вот. Я хочу вот еще что сказать. У них-то на самом деле философия намного глубже. Они затрагивают такие очень глубокие темы, которые в формате, так скажем, сценического воплощения, они очень трудны и сложны. И что-то у них получается, что-то не получается. Мы-то понимаем, что они хотят сказать. И мы иногда просто обалдеваем от того, от их идеи. То есть, что их зацепило и как они хотят ее воплотить. Да, иногда это очень топорно. Но мы уже себе... Как же мы тут сидим такие заслуженные и простуженные, говорю? И обо этого не додумались. И это самое важное в студенческой весне. Конечно же, ребята очень остро реагируют на наши какие-то комментарии. Но я опять же и скажу здесь, в прямом эфире. Ребята, мы к вам с добром. И поэтому все наши замечания, скажем, это только для того, чтобы они становились лучше. И поэтому придет тот момент, если они нас услышат, это дело все переварят, то у них может получиться просто потрясающая студвесна. Потому что эти заделы уже есть. И если в прошлом году, на мой взгляд, студвесна была не очень сильной, то в этом году у нас есть прям такие образцово-показательные выступления команд. Когда вот мы все сидим за столом для жюри, и мы вот так разворачиваемся и говорим, слушай, как здорово сделали. То есть образцово-показательные студвесны. Принцип. И то есть это есть, ребята, вы понимаете? Я вот только хотел сказать, посмотри, как загорелось. У нас сейчас гости наши, да, насколько хорошо и классно проходит фестиваль в этом году. Потому что эти неподдельные эмоции, я прям вижу, как сбивает меня сейчас волна вот этих эмоций, счастливых эмоций. Хочу отметить, что на самом деле в Чувашском госуниверситете очень много факультетов, которые с технической точки зрения подходят просто безумно масштабно. И в этом году я смотрю тоже вот фотоотчеты, там какие-то представления просто, во-первых, это безумно красиво, во-вторых, я понимаю, что это помпезно, и вот я покрываюсь мурашками. Это действительно здорово. И нужно, друзья, на самом деле, учитывать нужно, что это ведь студенты, это не профессиональные постановщики, хореографы, певцы, вокалисты. Ты знаешь, вот когда я была студвесницей, я научилась шить, шить на машинке, причем неплохо. Я думаю, что многие девочки научились шить, только благодаря тому, что они были студвесницами, потому что там столько приходилось обшивать. В таком огромном количестве многие научились рисовать, потому что задники нужно было расписывать. Это все мы проходили, это было здорово. К чему мы ведем? То, что эта студвесна, она на очень высоком уровне, это на очень высоком уровне мероприятия. И еще хочу отметить, что именно в Чувашском государственном университете, ну так как я нахожусь, там уже третий год, очень хорошая организация, всегда потрясающее открытие. В этом году оно было не такое, как всегда. Оно было очень красивое и масштабное, что, выходя зрителей из зала, все об этом говорили. И даже не могу себе представить, что же будет на галоконцерте, потому что в этом году есть чем удивить. И очень тоже волнительно, кто же мы ждем. Мы сами еще не знаем, собственно говоря, кто же победитель, потому что сегодня будет уже завершающее выступление команды. Сегодня у нас юридический факультет. После этого еще будут галоконцерты. Студвесна еще сегодня не завершается. Но для нас, для судейской такой коллегии, сегодня это финальный вечер в этом году. Очень жаль, этого будет очень не хватать, потому что каждый понедельник, четверг ты ждешь этого. Что же сегодня будет? Поэтому, друзья, не бойтесь творчества, творите, узнавайте что-то новое, учитесь шить, учитесь колотить декорации, учитесь танцевать, как танцуют. Это просто. В общем, пожелаем ребятам побед на республиканских, региональных и, конечно же, на всероссийских конкурсах подобных. Друзья, ну прямо сейчас хочется уйти на музыкальную паузу и потом продолжить. Потанцевать немножко? Давай потанцуем. Почему нет? Если ты поверишь небесам, ты откроешь сердце, знаешь сам. Пусть тебе укажет эта музыка. Эту тайну просто разгадать, если ты поверишь, будешь знать. Просто посмотри в мои глаза. Мой ангел машет крыльями, ты скажешь, это немыслимо, счет на минуты, нету границ, лети, лети. Лети, Лети, ти моя музыка, ти не иллюзия, моя. Лети, ти моя музыка, самая лучшая, самая лучшая, самая лучшая, Если горизонт тебя уносит вдаль, Не забывай меня. Не забывай меня. Пусть тебя волнует океан, Будет непросто, не гаси в душе огня. Мой ангел, ты расскажешь мне, как вместе будем на земле, Нету границ, лети. Лети, ты моя музыка, ты не иллюзия, моя. Веселье, ты моя музыка, самая лучшая, моя. Лети, ты моя музыка, ты не иллюзия, моя. Лети, 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 ты моя музыка, ты не иллюзия, моя. Веселье, ты моя музыка, самая лучшая, моя. Проснись, ты моя музыка, так и захотелось немножечко спеть. Ты прям мне сейчас муху в этом сказал, я думал, ты мне признаешь, как ты делаешь. А сегодня будет пить Аня. А сегодня будет пить Аня, друзья. Мы вообще за эфиром здесь очень смеемся и говорим о том, что у Лены вот просто генератор идеи сейчас вот просто вот Анг говорил ей кучу-кучу, у меня и Лене всяких разных хороших стих. И вот как это все происходит? Вот где это все рождается? Откуда берутся идеи, вот отчупается все. Вот скажи, ты вот ездишь по стране много, по миру много, ты говорила, проснись, мир, проснись, пой. Да. Ну, сейчас мы живем, во-первых, еще в таких условиях, да, то, что в принципе мир сейчас доступный. То есть ты не можешь быть там физически, ты можешь быть, ну, хотя бы мыслями, да, сейчас у нас есть интернет, да. Конечно же, ты смотришь, ты следишь за новыми вениями, ты должен быть, так сказать, ну, в тренде, да, таком. Поэтому, не знаю, вот какой-то там канал открывается, вот. Хороший канал. И, потому что, когда ты думаешь о чем-то, то есть как это реализовать, когда ты думаешь, мозг ведь человеческий, он грандиозен, он уникален. И поэтому, что-то я сама иногда я хожу, хожу, могу думать, не знаю, там, неделю или еще что-то, а потом сесть и за два часа или там за полчаса, ты это все, оно просто как выкладывается, пазлы сходятся, и ты говоришь, о, да, точно вот так вот. Ой, это здорово, это хорошо. Знаешь, вот я тебе буду желать, чтобы у тебя было больше вот этого генераторской способности, чтобы были источники вдохновения, потому что для творческого человека каждый из вас, мне кажется, поддерживает, необходимы вот эти творческие какие-то истоки. А давай, чтобы не быть голословными, но ты, понятно, что режиссер, сценарист, саунд-продюсер, как это красиво, модно сейчас звучит, но ведь ты же все-таки вокалист, а дирижерское хоровое отделение, оно же не прошло даром. Давай вот возьми сейчас, как ты сказала, мелодию, или что там, звук? Да, возьми звук, и веди его. Аня поет. Аня поет, Аня поет. Просто под стол. Не, ну ладно, ну давай уже, Аня у нас поп... На бакмакале. Нет, она по поводу курсы кроя и шитья, ну давай вместе. Давай, аня что, запивай, я тебе, наверное, что-то пою смогу. Ну, наверное, если про доброе утро, то, наверное, давайте есть такая чудная песня, Аня ее тоже, кстати, знает. А я? А ты, а ты нет, потому что мы сегодня поем с Аней. Аня, давай наш хит мартовский. Счастье внутри, его искать не надо, моя любовь, я буду всегда рядом, я за тобой побегу на край света, сквозь все запреты. А так все. Счастье внутри, его искать не надо, моя любовь, я буду всегда рядом, я за тобой побегу на край света, сквозь все запреты. Хоть я не стану словно, но я пела, я даже на лаваков, смотри, даже моя вас разбудила. Друзья, вот такой потрясающий у нас эфир сегодня получился вместе с Еленой Ивановой, которая всем известна, как Февела, постановщик различных мероприятий городского и республиканского значения. Будем надеяться, что ты будешь расти дальше, я тебе этого желаю. Мы, друзья, наверное, будем прощаться постепенно с телезрителями, с радиослушателями мы услышимся совсем скоро на волнах Таван. Радио 103FM.